здравствуйте уважаемые зрители нашего канала уважаемые подписчики сегодня тема у нас будет на любителя тема в принципе распространенная речь пойдет о тонизирующим напитки но это не red bull это не энергетики это не наркотики это тем более не алкоголь речь пойдет сегодня о такой вещи как чайфиль его называют в местах не столь отдаленных но мы к нему подходим немножечко с другой стороны то есть мы хотели бы дать совет ну во первых как его сделать во вторых как в каких случаях его применять то есть в моем опыте это на на моем опыте это было когда я готовился к сессиям учась в мединституте как известно там очень тяжелые сессии и мне надо было как бы сидеть всю ночь и я не прибегал к кофе потому что от кофе он клонит в сон ну лично минсум этом сугубо мое личное мнение и мой опыт меня точно склонит сон от кофе но вот чайфиль или как его называют до некоторым ядом вот он меня взбадривает и придает вот такую бодрость что касается алихана тоже он завершал как-то свой проект работал над проектом его надо было срочно сдавать в авральном режиме и он тоже прибегал к да он прибегал к опыту готовки и употребление чефиря и так мой метод он называется очень громко он называется арестантский чефир то есть как его делают люди сидящие на зоне не в зоне ни в коем случае а на зоне и и да в колонии поселениях да и вообще люди которые любят чефирить так называемые чефиристы мы такими не являемся мы хотели бы подсказать зрителям нашего канала как легко и доступно взбодриться в такой вот холодный осенний день либо когда у вас срочная работа ночная либо подготовка к сессии и так у нас здесь имеется ложка и коробок то есть кому как нравится то есть мерная ложечка это вот столовая ложка чтобы отмерять количество чая либо можно это сделать коробком то есть без горочки вы насыпаете чай и на пол-литра достаточно два вот таких корабля засыпать чая чай должен как бы знатоки говорят что должен быть листовой в данном случае у нас вот вот такой вот чай и не составляет никакого труда приготовить очень бодрячий тонизирующий напиток каким способом она делается берется кружка вместо не столь отдаленных она называется зечка это четырехмиллилитровая алюминиевая кружка туда заливается пол-литра и кипятится доводится до кипения бросается туда без горки два коробка чая и оставляется так на минуты четыре далее чефирь необходимо вот это варево необходимо вот так называемым поднять то есть чтобы он поднялся для этого мы кипятим доводим до кипячения еще раз данное варево затем мы также оставляем на минуты три-четыре после этого мы берем вот это вот крепкое варево и начинаем килишевать если говорить на понятном языке то килишевать это значит перемешивать перемешивается до тех пор пока вот это пока чайинки не осядут полностью на дно далее можно процедить чефирь через ситечка любое либо пить осторожно чтобы чайинки не попали в рот пить надо можно как из конфеты как шоколадный так и стекляшкой так называемый либо можно пить в чистом виде и желательно его употреблять маленькими короткими глотками потому что он горячий ну и конечно не советую всем применять и употреблять это часто его это просто такой способ альтернатива когда вам необходимо взбодриться и как бы получить такой тонус и не прибегая к помощи энергетиков наркотиков и конечно алкоголя поэтому пробуем сделать это вместе с алиханом дальнейшем алихан покажет свой метод приготовления чефиря называя его алматинский чефир друзья сейчас я покажу как делается чефир по-алматински ну я его так называю смотрите у нас есть ложка то есть для чего мы вытаскивали ложка как таковая у арестантов в камерах часа запрещена и поэтому они просто отмеряют коробком но на самом деле ложка просто намного удобнее это делать мы берем заливаем кипяток то есть у нас уже есть кипяток открытый чай засыпаем ложку не обязательно прям полную но достаточно без излишка такого скажем вот вот примерно вот столько мы засыпаем и кстати джон нужно крышку взять сверху накрываем тарелка либо какой-нибудь крышкой то есть нужно чтобы этот чай хорошо пропарился вот ну пока он настаивается я немного расскажу зачем вообще это делаю я не чефирист то есть вообще я противник любого вида кайфа наркотиков кого-то алкоголя больших количествах вот чефир я использую для работы то есть моя работа она связана часто с дедлайнами когда заказчик допустим звонит в последний день нужно срочно там сделать ну рекламный ролик да и поэтому у нас есть грубо говоря ночь которую мы не можем просто спать и я делаю вот такой чефир выпиваю его естественно мне это дает энергии практически почти до утра то есть все энергетики я вообще не употребляю раньше я часто их употреблял теперь я пью чефир вместо этого потому что энергетики они там много сахара таурин кофеин и прочая всякая гадость которая ну сильно здоровье садит скажем так а чефир это более менее такой естественный естественный напиток ну тоже конечно ничего полезного но это намного лучше чем энергетик и по вкусу если это чефир по-алматински мы добавляем лимон причем лимона добавляем ну где-то наверное половину отрезаете выжимаете а сейчас у нас просто его нету вот но обычно я делаю с лимон потому что он укрепляет иммунитет там много витаминов разных ну и витамин c естественно то есть он еще добавляет такой немного пикантные цитрусовый вкус уже крепкому достаточно такому крепкому напитку и сейчас я покажу как его вообще правильно употреблять вот и так мы уже его настояли настаиваются он примерно от трех до пяти минут вот можно процедить через ситечка как видите тут заварки мало основная осталась на дне потому что она осела и чефир можно употреблять вот это у нас чефир по алматинске по вкусу добавляем лимон никакого сахара только лимон вот и все господа а пьем маленькими глотками и я совсем забыл о том почему я добавил одну ложку то есть одна ложка это примерно объем коробка почему делаю два коробка все очень просто в камере как правило сидит ну в среднем там около восьми человек они заваривают очень крепкий чефир потому что чай там на вес золота и естественно нет возможности каждому отдельно самому заваривать кружку заваривают два коробка чтобы был покрепче чтобы он обоим побольше хватило друг другу передают и по чуть-чуть пьют естественно это один человек как бы если это выпить ему просто плохо станет поэтому я делаю обычный объем в один коробок и то в этот один коробок мне дает тонус практически там на несколько часов вперед вот так вот всем пока в следующем субтитре я пока